Сегодня на канале давай запишем вот такая новинка от фирмы Audient. Это двухканальная внешняя звуковая карта, которая в равной степени подойдёт гитаристам, вокалистам, дикторам, людям, которые занимаются озвучкой, стримами, конечно же, и людям, которые, о боже, в 2020 году записывают рэп. Ну обо всём по порядку. Поехали! В Audient EVO 4 можно писать сразу два канала одновременно. Это всё достигается за счёт двух комбо-разъёмов. Сюда можно подключить два микрофона, причём неважно, будут ли это динамические микрофоны или вот, к примеру, как у нас, конденсаторный микрофон, на который мы пишем весь ролик. К слову, наличие конденсаторного микрофона сигнализирует нам о том, что в этой карточке есть фантомное питание, и в этом проблемы у нас не будет. Сюда также в комбо-разъёмы мы подключим какие-то линейные источники. Это может быть выход синтезатора с драм-машиной и так далее. Если мы хотим записать инструмент, сюда подключать его не стоит. Я имею в виду гитару или бас, что-то такое, где нужно особое сопротивление. Здесь на карте у нас есть отдельный инструментальный вход на пылевых транзисторах, и подключив сюда гитару, будьте уверены, она будет звучать отлично. Этот вход заменяет собой первый комбо-разъём с другой стороны карты. В карточке есть довольно интересные функции, и начнём давайте самый выделяющийся, которая своим зелёным цветом просто кричит, нажми меня поскорее. Это, конечно же, автоматическая подстройка усиления для микрофона, ну и инструмента, почему бы и да. Так вот, эта штука, которая по-простому называется Smart Gain, автоматически задаёт вам уровень микрофона, то есть вам не нужно крутить вот эту ручку для задания гейна, всё это происходит автоматом. Что нам для этого нужно? Выбрать канал и выбрать функцию Smart Gain, и немножечко поговорить, дальше эта штука всё сделает за вас. Давайте я воспользуюсь этой функцией, вы меня не будете слышать какое-то время, но потом услышите с новым уровнем. О, вы всё-таки услышали мой голос! Я вижу это по волновой форме, и вы тоже даже не видите, а слышите, ну и могли увидеть, потому что я всё это время писал экраночку. Всё управление у нас вынесено на лицевую часть корпуса, здесь всё очень и очень просто. Есть два источника 1.2, которые мы можем выбирать, подавать туда фантомку или менять усиление с помощью крутилки. Если хотим сделать погромче в мониторах, выбираем монитор и делаем погромче. Отдельно порадовала функция, с помощью которой можно панорамировать источники в левое и в правое ухо в мониторах. Ну кому-то так комфортнее записываться, почему бы и да? Мониторинг без какой-либо задержки. Эта функция здесь также имеется, придётся по душе как вокалистам, так и гитаристам. Эта функция работает с помощью всё той же самой крутилки. Мы задаём соотношение сигнала исходного, который приходит либо с гитары, либо с микрофона, к сигналу с компьютера. Ну например, минус, под который вы записываете вокал. Про гитаристов электрушечных, потому что ну задержка такая аппаратная, всё-таки больше про акустику. Так вот, про электрушечников никто не забывал. Задержка, которую выдаёт вот эта самая карта, позволит комфортно, без каких-либо проблем играть с обработкой через ваш компьютер и слышать её, естественно, в режиме реального времени. Loopback. Вот! Вот это та самая функция, которую я скрывал от вас до самого последнего. Это прям must-have для любого уважающего себя стримера. Что делает эта самая функция? Она позволяет вашу трансляцию или вашу запись трансляции, неважно, что вы делаете, выводить звук из компьютера. То есть без каких-то virtual cable и тому подобных вещей, без костылей ваши зрители будут слышать то, что происходит на вашей машине. Это классная функция. Повторюсь, она придётся по душе стримерам. И настраивается она очень легко. В дополнение к каналам, которые есть на самой карте, у нас есть виртуальные каналы loopback. И всё, что от вас требуется, это либо в вашей рабочей станции, либо в настройках стрима, либо в настройках звука в Windows просто выставить эти самые каналы loopback, и они сразу же без промедления начнут свою работу. Из плюшек также стоит отметить довольно неплохой предусилитель для наушников. Конечно же, тут есть ложечка дёгтя. Усиление на наушники и на мониторы тут одно, то есть всё это регулируется с помощью одной ручкой. Но компания Audient немножечко заглаживает вину свою и добавляет очень интересную функцию, во время которой при подключении наушников в свой разъём главный выход, то есть выход под мониторы, у нас автоматически мютируется. Что касается усиления микрофонного, здесь всё чинчинарём, как и всегда у этих ребят. Предусилители позволят нам получать до 58 децибел на каждый микрофонный канал. И это учитывайте, что без подключения внешнего блок питания всё питание идёт по USB. Это позволит нам использовать эту карту не только дома, но и где-то в каких-то разъездах, брать с собой. А учитывая, что вся эта штука работает не только от обычных стационарных и миниатюрных компьютеров, но и от каких-то iOS-устройств миниатюрных, эта вещь вполне себе может стать таким неплохим другом мобильного человека. Давайте всё-таки подключимся к привычному PC и послушаем эту карточку в живой работе. Привет! ... ... ... Мне да, ты знаешь, будет наше это лето Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да Все без тебя нет, так Лечу к тебе словно комета И даже под дулом пистолета Я найду тебя, я, я найду тебя, я Буря мглою неба кроет Вихри снежные крутят То, как зверя на завой То заплачет, как дитя Немного вкусненького под самый-самый конец Как всегда, щедрые британцы из Odeon Подгоняют нам кучу бесплатного софта Там замечены фирмы Steinberg, Two Notes и тому подобное Не совру, что из-за сжатого хронометража Нам многое не удалось рассказать об этих картах Например, вы знали, что на данный момент Вот эти карты являются самыми дешевыми двухканальными аудиоинтерфейсами с функциями loopback? Я, например, не знал Если у вас остались вопросы по поводу этих карт То вы можете обратиться к руководству Которое специально для вас было переведено на русский язык Ссылку на это самое руководство вы найдете в описании к этому ролику на YouTube Если после прочтения руководства и просмотра ролика у вас остались вопросы то их можно задать в комментариях Если вопросов нет, то всё равно напишите в комментариях, как вам вот эти самые аудиоинтерфейсы Хотели бы вы их себе купить? Поставьте лайк, если ролик пришёлся по душе Подписывайтесь, впереди много нового, интересного и, конечно же, не менее про аудио На канале давай запишем, друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике Здравствуйте, вы находитесь... Нет, ещё разочек Опять же... Нет, 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 нет Да, нет, 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 мне не нравится, хрень Всё регулируется с помощью одной крутилки А так ли это? Подожди Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому